всем привет сегодня я готовлю на обед утиное мясо но можно приготовить абсолютно любое мясо в очень вкусной подливке мясо получается нежнейшее и вкуснейшее желаете смотрите для начала занимаюсь луком я взяла две большие луковицы по весу 550 граммов получилось лук нарезаю мелкими или средними кубиками в общем вот таким образом одну я уже изрезала в разогретую сковороду с подсолнечным маслом масло у меня ну вот где-то столько не знаю может две столовые ложки отправляю нарезанный лук весь и на умеренном огне обжариваю до золотистого цвета иногда перемешиваю чтобы не подгорал пока лук обжаривается я нарежу мясо у меня здесь утиные ложки промытые вот так я разрезаю на две части килограмм чуть-чуть побольше килограмм лук слегка подзолотился но не совсем стал сухой немножко есть влажность где-то минут пять я его так готовила периодически помешивая теперь добавляю мясо все вместо утки можно взять мякоть говядины свинины нарезать кубиками кусочками просто вот мне очень сильное сделать и обжариваю мясо вместе с луком периодически помешивая мясо будет давать сок до такого состояния чтобы кусочки были поджарены сразу посолю процессе готовки жидкость потихоньку испаряется крышкой я не закрываю огонь умеренный и лук тоже как бы растворяется расплавляется можно так сказать в кашицу превращается становится очень мягким и практически кусочки в процессе потом уже в конце он не будет так сильно ощущаться сейчас немного на одной стороне потом перемешиваю чтобы было на мясе слегка поджаристая корочка жидкость нужно чтобы как можно больше испарилась вот смотрите я готовлю уже минут 30 было очень много жидкости периодически помешивала сейчас прибавила огонь чуть чуть сильнее чтобы быстрее выпаривала хочу просто немного немного подзолотить если у вас вкусное мясо например говядина жидкости будет чуть поменьше побыстрее возможно ну вот принцип вот такой вот видите и лук практически весь вот растворился просто кашицу его даже можно сказать незаметно так перемешиваю сейчас еще чуть-чуть подголочу и дальше процесс покажу очень вкусно пробует огонь не сильный а чуть сильнее умеренного для обжарки смотрите кусочки вот так обжарила румяные золотистые лучок тоже такой не пережаренная просто такой коричневый вообще класс замечательно главное не пережарьте конечно же все и специи я что добавлю сушеный базилик чуть-чуть молотого кориандра и черный перец больше не хочу никаких специй добавлять тут от лука красота вкус отличный добавляю воды добавляю кипяченый горячий так чтобы мясо скрыть пробую на соль если нужно да нужно подсолить потому что с водой же разбавились хотя и мясо соленое в брушечку чуть-чуть еще в процессе готовки можно попробовать закрываю крышкой и на умеренном огне можно чуть-чуть челочку оставить когда будет кипеть может побежать до готовности мясо готовить зависимости от того какое мясо ну что ж смотрим под крышкой я готовила можно сказать даже вот она у меня вот так решилась потихонечку кипела я периодически ходила открывала помешивала жидкости видите сколько лук практически весь растаял ему нужно сказать не видно получается такая жидкость вкусно забрасываю укроп замороженный можно свеженький сейчас минутку перекипит растает и выключаю все мясо просто мягчайшие но если более сильный огонь может быть минут 40 45 но вот для утки мне понадобилось столько это уже на ваше усмотрение я прям хочу чтобы мясо было все 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 отделялась от костей в в общем готовьте до такого состояния как вам нравится все гарнир приготовил а сейчас будем обедать посмотрите какое мясо просто супер подливки много мясо тает во рту даже видно все кусочки распадаются смотрите как мясо легко отходит от косточек даже прикасаться не надо очень мягкая нежная получилась у . супер может быть гарнир тут не совсем сочетается в плане полезности правильного питания с мясом макароны с мясом да зато вкусно вы же можете любой гарнир для себя сами приготовить причем мясо тоже можно совершенно любое хоть на косточке хоть кусочками порезать и не обязательно птицу хоть что что предпочитаете в таком виде она получится очень вкусно и нежно и всем крепкого здоровья пока 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 не